Мне очень больно было брать. Мы об этом уже говорили, а ты потерпи. Оно будет вкусненько, к тому же лучок будет нормальненько. Всем добрый вечер. Привет, присоединяемся. Нормально, у меня тема про Гербалайф Энерджи Дай, это вы спросуете, зачем я такой. Ну ладно, давайте тогда перейдем с вина. Вы про внешность, но если бы вы хотели поговорить сегодня о моей внешности, я бы назвал бы поговорим о моей внешности. Всем привет, приятного аппетита, привет с Нальчика, всем привет. Ну и так, пока потихонечку вы присоединяетесь, начнем. Тут в последнее время пошло быча в интернете, мои администраторы просят меня снять что-нибудь. Мать, а ты мешаешь, не замечаешь, да? Просят снять меня что-нибудь про Энерджи Дай на Ютубе, но я не хочу посвящать этому ролик и решил выйти в Перископе. Так будет проще. Где Миронов, но точно не с нами живет, в Санкт-Петербурге он. Вечер добрый из Челябинска, Челябинска тоже. Ну и, соответственно, что у нас происходит по этому поводу. Гербалайф, он был давно, есть сейчас, появился Энерджи Дай. Так ли это полезно, так ли это вредно? Ничего нового там не придумано, нет абсолютно ровным счетом ничего того, чтобы могу повредить или помочь. На самом деле нужно понять, что это. Там те же самые протеины, которые вы могли бы увидеть в спортивном магазине, причем качество их несколько даже ниже. Это, скорее всего, либо соевый белок, либо концентрация урозочного белка, достаточно недорогая тема. Что происходит у нас дальше? Дальше они добавляют туда углеводы, причем достаточно простые углеводы. В лучшем случае, какое-то количество сожженных углеводов, как правило, это овес. Есть какое-то количество клетчатки. Дальше они просто пропагандируют правильное потребление этих продуктов питания. На этом, в общем, все и строится. Да, это подобранная еда в одном коктейле. Правильно ли еда или нет, они просто делают что? Они собирают какое-то количество белка и углеводов, делают более-менее сносную систему, которую вы называете диетой. Ну и, соответственно, дальше вы начинаете это принимать. Количество калорий – это примерно 1000-1200 в сутки. И, разумеется, вы начинаете худеть, потому что прием правильный, по часам. То есть, каждые 3-3,5 часа, как это происходит у правильных спортсменов. И, соответственно, за достаточно короткий промежуток времени, 4-6-8 недель, вы достаточно сильно худеете и получаете тот результат, который бы вы и хотели получить. По большому счету, весь сетевой маркетинг на этом и устроен. Вы можете купить то же самое спортивное питание в спортивном магазине, но оно выйдет вам в три раза дешевле. Но почему живет сетевой маркетинг? Ведь хорошие вещи есть, и работает много ученых над этими разработками. У них все начинает порошков, зубных паст, чистейших средств. Но, соответственно, что это дает? Ваша соседка этим пользуется, у нее пользуется этим начальник. У вас есть доверие. Это такой маленький семейный кланчик, когда вы знаете сарафанное радио, что оно действительно работает, действительно получается вполне неплохо. Так что, по большому счету, каждому свое. Можно ли получить от этого какой-то вред? Вреда от этого вы точно не получите. Пищеварительная система получает все равно то, что должна получить. С другой стороны, всю жизнь вы на этом не просидите. И такая моно-еда, она тоже не полезна, потому что клетчатки не хватает. Хотелось бы есть фруктов, хотелось бы есть и более сложные продукты. Потому что такая элементарная еда, она временное решение. Так называемая диета, как мы и говорили. Вы получили диету, а в результате что получается, что с диеты вы слезаете. А если здоровый образ жизни и правильное питание не пришло через вашу жизнь и не прошло через вас, то толку от этого не так и много. Собственно, наверное, вот так. Это была тема перископа. Масек, а ты что такой грустный? А у моей Маси боевит горло, потому что ей вырезали гланды. И Мася моя не может поесть мою вкусную телятинку, которую я приготовил. Есть вопрос, при запорах можно ли спортпит? Можно, никакой проблемы в этом вообще не стоит. Единственное, что клетчатки, клетчатки должны быть больше. Мася, это моя жена, да. Овсявка быстров, тоже пропиаренный дороже на род губ. Абсолютно с вами согласен. Обычная овсянка, которую вы покупаете в магазине, толку дает гораздо больше, нежели чем все пропиаренные дорогие каши. Из любой овсянки вы можете сделать ровно все, что угодно. Вы можете туда положить грушу, можно туда добавить орехов, можно добавить кураги, чернослива, инжиры. По большому счету, ровно все, что вы хотите сделать. Да даже если хотите малинового варенья. Всякое будет полезнее, чем те консерванты, которые туда пытаются напихать. А так получается абсолютно все вкусно и здорово. Кашу лучше замачивать с вечера, если хотите. Либо можно это делать, конечно, и утром. Она и так вкусно получается. Так, можно ли прыгать через барьер с грыжами? Да, этот вопрос вы уже задавали, я видел. Надо понять, какие грыжи, как они стоят, насколько компрессия, как мягко вы приземляетесь. Потому что кому-то можно прыгать и с грыжами, а кто-то приземляется, как соник. И туда прыгать ему точно нельзя. Пароварка – это хрень или нужная штука? Пароварка – шикарная вещь по причине того, что вы термически обрабатываете пищу. Но, соответственно, там можно делать жирную рыбу, жирное мясо. Все лишнее будет уходить вниз. И, по большому счету, мне очень пароварка тоже нравится. Зачем, в общем, пить спортпит, можно ли обойтись? Я тоже сторонник спортпита, хотя в последнее время я пропагандирую только БЦА. И у меня все девочки, кто тренируется и худеет, они едят только БЦА. Что мы делаем? Мы делаем разгрузочные дни. И мы пытаемся не закидываться сильно пищей. Потому что хоть прием пищи должен быть частый, но они точно должны быть небольшие. То есть, допустим, у девчонок есть разгрузочный день, когда она съедает 2 грейпфрукта. То есть, 4 раза в день по половинке и 8 раз в день она съедает БЦА. Получается такой легкий разгрузочный день. Банить хейтеров? Да зачем, я их даже не читаю. Если есть мультиварка, стоит ли брать пароварку или рисоварку? Да, в общем, мультиварка настолько универсальна, что точно ничего не стоит делать. Какой марке воду посоветуешь? Дело не в марке, а в том, чтобы был выше сорт, а не первой. Лучше всего покупать воду для детей, она более-менее сносна по химическим параметрам. Так что, собственно, вот так. Мася, ну ты чем я такая грустная? А сколько по времени и как часто нужно делать кардио? Кардио, можно, конечно, сказать, что кардио много не бывает, но кардио бывает много. Надо правильно принимать витамины и минеральные комплексы, чтобы сердце себя чувствовало нормально. Надо заниматься по самочувствию, а не пытаться убиваться. До тренировки кардио 5 минут – это всего лишь разогрев. Основное кардио делается в конце тренировки, либо между подходами, если они у вас тяжелые. Сколько можно делать? В зависимости от цели. Но до часа можно делать совершенно спокойно, можно это делать до 5 раз в неделю. Главное, чтобы было правильное восстановление как не только мышц, но и сердечной мышцы в полной мере. Чтобы после тренировки сесть, смотри, какая цель. Вы мальчик, девочка, надо посмотреть, что и как. При похудении помогает лучше кардио или силовое? Разумеется, помогает лучше кардио и круговые тренировки. Уж точно не силовые. Сколько стоит сделать, койки, не знаю, долго. Дорого. Если от БЦН сердце болит, не очень понял вопроса. Лампочки мешают, говорят. Надо как-то так встать, чтобы лампочек не было видно. Что после тренировки? Долго ли она будет мучиться после операции? Она уже почти не мучится, она уже почти веселая. Только говорит плохо. Она и так у меня мало говорит. А после операции вообще я как один живу. Почему она такой образ? Ну, какой уж создался. Такой и такой. Собственно, вот. Я не формал. Где волосы? Волосы на голове. Привет из Латвии. Приезжайте в Ригу. Мы первого числа едем в Таллин. Первого числа у меня день рождения. И, соответственно, мы с супругой решили на три дня. Если есть кто-нибудь в Таллине. Да, если есть кто-нибудь в Таллине, отзывайтесь. Может быть, покажете нам ваш город. Мы будем рады. О, вы из Сталина. Если есть возможность, пишите в личку ВКонтакте. Если у вас есть мой контакт или вообще контакт. И мы будем рады пообщаться. Если вдруг будет секундочка, покажете нам что-нибудь интересное в городе. Чтобы мы так не путали там. Рестораны. Рестораны. Вот ты мне хочешь, чтобы у тебя мясо в рот не лезет. Потому что ты у меня вся болезненная такая. Тут все рестораны. Вон, тебе розовое вино и жареный лук с телятином. Причиняйте к нами. Слушай, везде лампочки? Сейчас мы уберем лампочки. Смотрите. Так оно лучше, да? Как подсушиться первый раз? Но это уже тема консультации, а не перископа. Иначе мы с вами будем вдвоем беседовать. Я мальчик или девочка? Блин. Я показал бы пипиньку, но получается как-то не так все получится. Наверное, мальчик. По профессии тренер. В Ригу заехать у вас красивее. Но я не такой сильно путешественник. И вообще в Европе я первый раз. Я в основном люблю Карибы. Вот. Показать жену или показать пипиньку? Не, пипиньку не могу показать. Жену могу показать. Вон же. Жена грустная. Все. Жену показал. Какое образование у меня? Выше полтора. Одно не оконченное, одно оконченное. Зубы немножко странные. Не. Зубки странные. Есть такое. Что думаю о гостинении? С Игорем мы занимаемся в одном зале. Лично мы знакомы. Что я думаю об Игоре? Я думаю, что это мощный пиар-ход. Который, соответственно, оплачен. Поэтому Игорь делает все возможное, чтобы раскрутить тот бренд, который его в данный момент поддерживает. Собственно, вот в общем и все. Пьем виничко сейчас. Да, у меня сегодня нет онлайн-консультации. Соответственно, будет розовое вино. Но почему Ира плохо говорит? Потому что ей гланды вырезали. Поэтому ротик после операции болит. Глаза не накрашены. Мы уже об этом говорили. Это перманентный макияж. Сколько мне лет? Немножко. Саня не занимаюсь в одном зале. Но я там занимаюсь уже очень давно. Вот Игорь как раз пришел не так давно. Лучше для сохранения мышц. Постепенное уменьшение углей или чередование. Да, кстати, неплохой вопрос. Вообще, убирать угли – это такая советско-российская система. То есть, у меня даже Аня сейчас, которая готовится на бикини, все равно исходит как минимум из 2,5, а то и 3 грамм углеводов на килограмм веса. И при этом мы прекрасно достигаем результатов. Если вы решили совсем угли снижать, как минимум раз в 4 дня нужно делать углеводную загрузку. То есть, делать ее перед хорошей тренировкой. И это обязательно. Как похудеть после 45 лет женщине? Движение – это жизнь. Чем больше вы двигаетесь, тем больше эффекта. Соответственно, нужно двигаться правильно и правильно питаться. После питания – это основа. На тренировке вы получаете тонус мышц. Объемы ваших мышц зависят от того питания, которое вы принимаете. Гостюни с Мироновым в зале не дерутся? Не, не дерутся, но они практически и не соприкасаются. А что я тут делаю? Что я тут делаю? Я в перископе вещаю. Лукнуться? Чиз. Как набрать вес? Питаться? Как раз вот здесь уже спортивные добавки не так сильно помогают. А вот хороший кусок мяса помогает всегда. Вредны ли макароны с твердых сортов? Абсолютно не вредны. Они уж точно полезнее, чем рис. Я, возможно, потом сниму разрушение мифов о твердых макаронах. Можно ли избавиться от целлюлита? Занимаюсь только на эллипсе, на кардио. Избавиться от целлюлита, на кардиоэллипсе, нам понимать, что это гормональная проблема. И зачастую она связана не только с уровнем гормонов. Точнее, с ним, конечно же, она и связана. Она связана от того, что вы неправильно питаетесь. Тонус мышц кардио вам не придаст. Снижение веса придаст однозначно. Собственно, как-то так. Все. Мальчики, девочки. Миронов виделся с Гостом. Виделся. Помогает ли турбослим? Все. Так много вопросов? А я очень-очень голодный. Лучше милдранат или рибоксин? По большому счету, суть практически одна. Так или иначе, поддержка сердца. Про сладкую картошку слышал в России и нет. Батат это называется. Она в России уже есть. Просто не во всех магазинах. Бицуху на последнем я не Сереже Миронов, чтобы бицуху показывать. Что будем кушать? Будем кушать телятину в сливках с пармезаном, с красным крымским муком. Соленый огурчик для меня и бутылочка. Бокальчик. И на тоже для меня. Все. Всем спасибо. Всем до встречи. Всех рады видеть. И пока. Счастливого вечера и хорошего отдыха. Все. Все.